Музыка Музыка Всем-всем привет! У нас уже 6 мая, девочки, вчера шёл с вечера дождь и не перестаёт. Но обещали вообще ураганный ветер и сильнейший дождь. Но, слава богу, он не сильнейший. Зато польёт нашу смородину. Вот там вот внизу мы насажались с Наташей. Всю-всю с дальнего огорода мы пересадили. И чёрную, и красную. Единственное, не успели вот эту клубнику перекопать. Вот сюда пересадить. Ну, что-то вот Костя мне сделал грядку. Надо было её вот прям на всю и делать пока вот, где скопано. Ну, посмотрим потихоньку. Дождь кончится, потом к выходному пересадим. Вот. Но дождь и так прохладно было вечером. Вот. Я заказываю на Алиэкспресс. Резинки кто-то так спрашивал. Но... Спрашивал человек, где же такой заказ. Весь Алиэкспресс перелопатил. Ссылки не оставляете. Значит, сознайтесь, что такой цены нет. Вот на такие комментарии не ждите ответа. Я не буду отвечать таким людям, которые стараются тебя как-то поддеть, что-то такое написать с эхицой. Комментарий не ждите. Вот. А для других я покажу. Эти резинки как были, так и есть. Я сейчас буду повторять этот заказ. Ну, и покажу, что ещё заказала на... А именно на Яндексе... Ой, на Яндексе. На Алиэкспресс, девчата. И попозже вам покажу, что же я там шью. Два видео загружаю. На Дзен и на Ютуб. Почти сутки. Что-то так интернет работает. Непонятно. В общем, грузит очень-очень медленно. Если к концу дня загружу, то, слава богу. Вот. Никак не получается. Может быть, из-за погоды. А может быть, ещё из-за чего-то. Не знаю. Вот, девчата, я открыла Алиэкспресс. И вот, смотрите. Эластичная лента для нижнего белья. 10 ярдов. 1 сантиметр. 10 миллиметров – это 1 сантиметр. Белая, чёрная и красная. Вот я уже их покупала. Доставка бесплатна. 90 рублей стоит 10 метров. Но там без скольки-то сантиметров. Ярд чуть меньше метра. Это не важно. Абсолютно не важно. Вот я хочу взять красную, наверное. Да, в принципе, я возьму её всю. Вот. Я возьму всю. Вот, выбираю. 270 рублей. Это 30 метров. 30. За 30 метров. И нажимаю к оформлению. Всё. У меня идёт на почту. 270 рублей. Оформить заказ. И сейчас покажу, что я ещё заказывала. Ссылки, ссылки. Ссылки не всегда получается выставить на YouTube. Именно на YouTube, девочки. Ну, не принимает, наверное, на ссылки. Я не знаю, почему. Я на Яндексе Дзен свой канал. Всё время оставляю ссылку на YouTube. Но YouTube её искажает. Или же пишет, что... Не существует такая страница. Поэтому это не ко мне вопросы, понимаете. При всём желании. Вот при всём желании, девочки. Так, вот мои заказы. Заходим. Всё. Вот этот заказ привезут мне до 28 мая. Потом заказ. Вот силиконовая лента. 98 рублей. Там тоже, по-моему, 10 метров. Бесплатная доставка, девчата. Если я ставлю две, уже две как бы вместе, да, силиконовой ленты, сразу же добавляется оплата за доставку. Поэтому я один раз зашла, вот заказала её. 98 рублей. И потом второй раз зашла и снова заказала вот этот вот заказик. Тоже 98 рублей. И вот такую наклеечку взяли. Вот. Видите, птички здесь. Вот они пишут. Объединили ваш заказ в одну посылку. И привезут всё и в одной посылке. До этого заказ я заказала. Бюстгальтер. Потом вот такие наклейки. Придут до 19 мая. И себе шпульки ещё заказала. У меня вот есть такие шпульки. Цветные заказала. 25 шпулек вместе с коробочкой. 181 рубль. А по отдельности заказываешь коробку. И шпульки 25 штук выходят дороже. Поэтому не надо лениться. Надо искать. Всё найти можно. Опять же, вот таких мы заказали. Наклейки. Вот такие. Вот кошечку большую дочка захотела. Я заказала. Поэтому, девочки, вот так как-то. Как-то вот так. Это заказ. Вот мой архив. Архив моих заказов. Сейчас тут поменяли всё. Вот эту вот штучку для шитья. Я заказала лапку. Очень классно. 82 рубля. Магнит. Вот он. 85 рублей. Видите? Вот. Ну, а здесь иглы. Иглы, иглы, иглы. Ну, это кружавчики. Всё сохраняется. Всё сохраняется. Вот здесь вообще, вот я заказывала. 176 рублей было. Цена. Вот. Вот эти вот. Тоже резинки для трусов. Вот. Видите? Здесь был... Что тут было? Я их получила давно. Белые, белые. Здесь 20 ярдов. 176 рублей. 90 рублей. 90 рублей. Получается за 10 метров. Так что, девчата, ищите. Ищите и найдёте. Просто надо, видать, именно указывать правильно резинки для трусов. И листать там много-много страниц. Надо листать. Вот они термонаклейки. Классные. По 59, по 60 рублей. Вот они. Переводила. Вот такую вот выбрала внучка. Сейчас вот буду я ей шить футболку. И буду вот эту наклеечку ей клеить. 15 сантиметров. Шикарная наклейка. И она, девчата, доставка бесплатная. Вот здесь, видите, сколько их. Вот. Все они по 59 рублей. Набрасывайте. Это всё бесплатная доставка. Есть и платные доставки. Но, повторюсь, листайте странички. Вот это такая прелесть. Вот дочери я сшила футболку. И вот эту наклейку мы сделали. Вот рыбка и улитка. Мне нравится вот это. И вот это сёлушка. Классная. Красивая. Ну, вот внученька выбрала вот эту. Вот они на платьицах. Видите, как смотрятся? Вот на платьице можно. Можно на футер переснимать её. Огладила горячим-горячим утюгом. И прям на риск пошла паром, девочки. Всё прекрасно. Всё прекрасно. Отзывы читала. Вот отзывы. 588 отзывов. Мне написали, что это фигня. Всё разойдётся. Ничего страшного. Вот читайте отзывы. Вот. Это мой вот отзыв. Не знаю, как вы делали. Я писала. И вот мои. Они все наклеечки. Красивые наклейки на детскую одежду. Видите? Очень хорошие. Рекомендую. Вот. А тут кто-то пишет. Вот. Они ужасно. Они не прилипают. Оставляют весь клей. Новая рубашка испорчена. Стыд. Они будут старыми и сухими. Но я вам скажу, что я приклеила. Шикарные. Вот просто шикарные. И вот этот негативный отзыв, посмотрите, он от одного и того же человека. От одного. И этот человек сидел и писал, вот как у нас бывает под видео, и строчит, и строчит свой вот этот отзыв. Наверное, получает от этого кайф. Скорее всего. Вот знаете, не знаю, девочки. Просто не знаю. Вот тоже пишут. Отлично, наклейка. Я было уже подумала, что не приклею. Но оказывается, когда пройдете утюгом, дайте наклейке остыть. И только потом потихоньку снимайте верх. Да. Верх аккуратно. И я после того, как я вот эту вот силиконовую пленочку сняла, я потом через кальку еще проклеила и дали полностью остыть. И все, девчата. И когда еще будете стирать такие вещи, нужно выворачивать изделие на изнаночную сторону. И ничего не будет. Вот пишет. Мне нужно вытащить одну звезду. Не очень хорошо идет. Маленькие кусочки не слепаются, а место сидит. Идея в том, что не быть на белой одежде. Мне нужно попробовать его на темной одежде. А на темной пробовали. Ну, даже не знаю. Не знаю, как в работе, но картинка восторг. Вот. Ну, вот я сейчас дошью футболки. Буду клеить. И я вам прям вот покажу от начала до конца, как я приклеиваю, девчата. Попозже я к вам подключусь. Обязательно. И покажу. Видите, на дзен у меня загружается. Вот осталось чуть-чуть. Это вообще какой-то кошмар. Сутки. И до этого я сутки грузила видео. И на ютуб у меня вот тоже грузится 80%. В общем, я пошла обедать. Пока тут будет грузиться еще очень-очень нескоро, я чувствую. Я пойду потом пошью. Загружу видео. И к вам маленечко подключусь, девчата. Покажу, что у меня там сшилось. А, ну и с вами приклеим вот такую вот наклейку. Вот. На улице непогода. Ну, ничего. Я думаю, все будет нормально. Девчат, пока я тут делала винегрет, перемонтировала видео. Сейчас попробую, чтобы видео загрузилось прямо с телефона. Ну, что-то с моим компьютером не хочет он грузить вообще. Сутки грузит видео. Это же не дело. Так. Вот, целая бобейка получилась. Сейчас чуть-чуть еще надо будет присолить. Немножко, прям немножко-немножко. А, и маслица сюда добавить. Чистила морковка была одна. Уже как бы подпорченная. Сердечко вот это, знаете. Я все время, когда сажала, брала нанскую морковь. У ней мягкая сердцевинка. Хорошая. А эта покупная. Какая-то неудачная попалась этот раз. Хотя я ее и взяла-то там. Штук 4-5, не помню. Ну, мало брала. И вот такая вот. Так, надо соль. Соль еще принести, тоже пачку высыпать. Я сегодня заказала, девчат, на зоне сахар. 20 килограмм. Две сумки по 10 килограмм. Две 350, по-моему, отдала. Кинулась, хотела заказать у нас с доставкой. Сахара нет. Думаю, ну, только проговорили с Наташей. Говорю, надо сахар. Килограмм 25 заказать. Потому что, говорю, скоро будет ягода. И сахар всегда дорожает. Дорожает и... Ну, в цене поднимают его сразу же. У нас же умные предприниматели. А тут, раз, и его нету. Не знаю, так, в магазинах еще где-то есть. Нет. Но факт тот, что я хотела привезти, заказать. Бесполезно. Нету. Хорошо. Там, ну, не знаю, привезут, не привезут. Аж 22-го мая. Так, надо попробовать. А то насолю. Огурцы-то соленые. М-м-м, хватит. Ну, вот. Винегрет мой готов. Суп готов. Сейчас я поем. И, может быть, достану другой компьютер. Может быть, выйду к вам в прямой эфир. Девчата, говорю, может быть, приду к вам в прямой эфир. А то, не знаю. Там будут праздники, но дети-то приедут. Наташа говорит, мам, давно не делали шашлыки. Я говорю, в любой день. Было бы сказано. Вот. Ну, в общем, девчат, покушаю, поднимусь. Если получится выйти в прямой эфир, значит, я выйду. А если уж не получится, тогда уж не обессудьте. Вот. Сейчас сяду суп. У меня горячего хочется, жидкого. Винегретику себе положу. Ну, и сегодня уже шить не буду. Буду, постараюсь загрузить видео. Одно там в YouTube грузится очень-очень долго. Целый день. В YouTube всё время хорошо шла загрузка, а это прям еле-еле. Вот. Ну, а с вами уже позже встретимся. Продолжу влог. Хорошо? Девочки, у меня час ночи. Но Таня работает. Вы представляете, два дня загружалось одно видео на YouTube. Уже поздно. Сегодня к вечеру. Оно у меня наконец-то загрузилось. Сейчас грузится на Яндекс.Дзен. То же самое. Что-то очень-очень долго. Не знаю даже, что это и когда загрузится. Я чем занималась сегодня, девочки? Шила. Шила. Получила посылку. Пришёл от Павла. Так, а что мне пришло бы сегодня? Не попутать бы в своих посылках-то. Ой, мама родная. Как он называется-то? Забыла, забыла. Видите как? Когда, говорю, включаешь камеру, память нарушается. Так. Ну, посылку я завтра вам покажу. В другом буквально видео. Там пришла такая неописуемая красота. Хотя, знаете, девчата, вот сегодня уже выставила. И уже там некоторые комментаторы мне понаписали. Огромная-огромная просьба. Знаете, девочки, все знают, что мою муську порвали собаки. Что маркиза отравили. Пожалуйста. Не нужно делать, вот знаете, трагический контент на моём канале. Что всё, мир перевернулся. Никто никого не любит. И всё такое хорошо. Потому что, ну, канал-то не про кошек, не про собак, не про милосердие. А канал о моей жизни. А потом удивляются, когда я на агрессивной комментарии стараюсь честно и открыто ответить, что я думаю. И мне нравится. Они пишут, что я начинаю агрессировать. Поэтому о жизни, о жизни. Всё идёт о жизни. Моей. Не моих детей, не моих кошек, а именно моей. Чем я занимаюсь? Что я люблю? Что я творю? Вот канал об этом. Сегодня вот я хочу шить, я шью. Вот раскроила. Двое шорт. Пошила. Сейчас отпарю. Резинку уже буду утром вшивать. Видите, все швы. Всё обработала. Прогладила. Вот это одни будут шорты. Вот. Клетка, клетка, клетка. Девчата. Девчата. Ну, это дочери. Вот. А одни шорты. Это перед, это будет зад. Всё обработала. Здесь подошьётся. Но я краешки все прошила на верлаке. Вот такие вот шовчики у меня все. Одна клетка. Это вот два кусочка у меня было. Так, утюг вытащить. Вот. И вторая. Второй кусочек. Вот такие ещё будут шорты. Она любит короткие. Поэтому это домашние будут шортики. В них вот только-только вошла по размерам. И я ещё давала на свободу. Потому что это домашние. Может быть, как пижама. Может быть, просто будет в них ходить. Поэтому не старалась их делать вот прям вот узкие. Наоборот, лето, жара. Нужно прям вот какие-то разлетайки, чтобы была свобода. Свобода во всех местах. Шорты одного цвета, шорты другого цвета. Завтра дошью. Ставлю здесь резиночки. Я думала просто вот так загнуть. Хотя я здесь на пояс девять сантиметров сделала. Почему девять? Резинка на четыре сантиметра. Пришьётся. Вот так. Ну, обогнётся. Вот восемь сантиметров. И пристрочится. Ну, посмотрю. Может быть, я сюда и двухсантиметровую сделаю резинку. Её прям вошью в пояс, в край. Потом загну и пришью. По-видимому, так. Но это я буду делать завтра, девчата. И по кофточке. Сейчас скажу по кофточке вам. Пока я уже здесь. Вот это вот костюмчик. Он готов. Но вы его ещё не видите. Вы его не видите. Это видео загружается только на Яндекс Дзен. И вот у меня оставался как раз кусочек. Ну, вот так буду показывать вам. Вот. И это будет вот здесь карман кенгуру. Платочек положить. Телефончик сунуть сюда, да? Ну, ту же конфетку моей внученьки. Один костюмчик, который я ей сшила. Так, у меня штатив, девчата. Сейчас, минутку. Одна ножка западает. И он иногда начинает качаться. Надо разориться, купить новый. Но это профессиональный штатив. Поэтому я его как бы не хочу менять. Но одна ножка, вот она проскальзывает. Бывает такое. Это я тоже буду завтра делать. Вот этот костюм я уже, видите, вот показываю вам кофта. И брючки, и брючки, и брючки покажу уже. Что сшила, что сшила, уже похвастаюсь. Кто-то видел, кто-то не видел. Брючки вот, вот, девчата. Вот здесь резинка. Кашкарсе. Вот эта ткань, если вот эти шорты, это из кулирки, и это интерлок. Девчата, какая тканюшка. Вот такая она на изнанке, и вот такая она снаружи. У неё такой эффект, вот, вот прям вот гладенький, как будто это велюрчик. Вот если бы попалась вот такая ещё тканюшка, я бы обязательно купила. Вот обязательно. Мне всё надо. Мне всё надо. Посылка. А, ну давайте ещё покажу вам. Что ещё вам-то я покажу. Две футболки тоже сшила вчера. Это доделки мои. Вот, это я завтра буду в карман. Пришивать резинки, подшивать шорты. И две футболки сшила. Две дочери сшила. Она говорит, мам, носи ты фарси. Я говорю, у меня шпанель носить не переносить. И сделала на них наклейки. Девочки, я в том видео, которое на Дзен выходит, вот сейчас грузится. Я там прям показывала, как я делаю эти наклейки. Первая футболка. Вот она. Видите? И вот такая совушка. Ну, это, наверное, будет моя. Футболка села. Идеально. Гляньте, какая красотка. Ну, красотка номер один и красотка номер два. Вообще просто шикарная. Девчата, вот, называются силиконовые термонаклейки. 15 сантиметров на Алиэкспресс. Смотрите, вот я её тяну. Видите? Ничего не лопается, ничего не трескается. Единственное, девочки, единственное, когда стирать, надо вывернуть на изнаночную сторону. Ну, чтобы это было на изнанке. Вот две футболки. Я себе с оушкой. Ну, я так говорю. А дочери такая же футболка и вот такой пёсик. Шпиц, по-моему, она говорила. Вот такая вот красота с сердечком. Футболки шила по выкройке со шкатулки. Кристине вот эту кофточку тоже со шкатулки на рост 140. А у нас футболка, по-моему, 52 или 54. Вот уже я и не помню. По-моему, 54. У меня какая-то была на 52. Но это ближе к 54. Видите, она вот такая вот большеватая. Я думаю, что можно не только на белые. Но дочь сказала, мама, летом же, знаете как, зимой-то переодеваемся пять раз в день. А летом все десять можно переодеться. Я так люблю переодеваться, менять свой гардеробчик. Даже в течение дня. Сходила в город, пришла, переоделась. Пришла с кухни, опять переоделась. В огород выползла, там что-то другое. Домашние одеваешь. Но любим одеваться, поэтому у меня есть еще синяя кулирка. Я хочу еще с синей кулирки сделать тоже как бы в футболку. Или можно даже туничкой ее сделать такую под бриджики. И сделать тоже наклейку. Буду менять. Буду красоваться. Ну, белая, белая она и в пиромир. Вот белый цвет. Но хочется и цветная. У меня еще есть тоже ткань. Очень-очень красивая. Которую я буду тоже использовать. Завтра, завтра сделаю отдельный обзор. Ну, отдельный там нечего показывать. Флиз, флиз пришел. От Павла, девочки. Просто бомбически. Нету слов. Единственное, повторюсь, что там не купишь два отреза или один отрез. Там нужно покупать, вот как они идут, мешок. Тринадцать килограмм, пятнадцать килограмм. Есть у них и девятнадцать килограмм, до двадцати килограмм. Расфасовка. Вот хочешь, бери, хочешь, смотри. Не хочешь покупать у них дешево, идешь в онлайн-магазин и покупаешь намного-намного дороже. Поэтому тут выбор за каждым. Где что покупать. Я просто вам говорю, что на Авито очень выгодно купить ткань. Это тем касается, кто шьет, девчата. Вот кто шьет. Я вот что себе купила. Я купила двухнитку, трехнитку. Потом я купила футер, я купила флиз. И я купила один мешок по двести рублей за килограмм. Там было девятнадцать, по-моему, килограмм. Это вот так зашиться. И не одну вещь шить, а можно всю семью полностью обшить. Флиз пришел такой двухсторонний. Просто шикарный. Можно куртки шить, можно костюмы шить, можно кофточки, можно халаты теплые, без рукавки. Все что угодно. Цвета просто бомбички. А то я вас заинтриговала. Все это будет в следующем видео. А может быть и будет еще как-то совместное видео у меня. Сейчас пойдемте, я вам ночной горд немножко покажу и посмотрю. Сегодня уже шить не буду. Вот все мое хозяйство стоит. Видите? Сейчас почищу оверлок. Приберу здесь все. Накрою чехлами машинки. И пойдем посмотрим на мой ночной город. Я знаю, что вам нравится смотреть на огонечки, да? Ну, я сама тоже люблю подышать в окошечках. У нас два дня лил дождь. И вот уже второй день, как бы вчера было сильно холодно после дождя. Сегодня было солнце. Но я не выходила, потому что земля хорошо-хорошо промокла. И что-либо делать для меня там тяжело. Надо, чтобы она немножко протряхла. А завтра, если протряхнет земля, то я выйду. Ну, завтра, ну, завтра, это уже сегодня, девочки, 9 мая. Всех хочу поздравить с Днем Победы. И дождаться нам побыстрее еще одной победы, чтобы наступил мир во всем мире. Всем счастья, здоровья желаю обязательно, чтобы побыстрее, побыстрее все закончилось и наступила благодать. В каждом уголке земли. Вот этого я прям всей душой мечтаю и хочу. А сейчас пойдемте город посмотрим. Девочки, у меня уже около двух ночи. А я что-то сегодня не сплю. Знаете, когда заработаешься, увлекаешься, и сон не идет. Это точно. Машин нет на улице. Тишина. Просто тишина. А наша новостройка, что-то сегодня темная. Один краник только вон, видите, там огонек. Есть и все. Тучи какие-то. Вот дождя бы не хотелось. И знаете, прям прохладно. Еще тепла нет, конечно, такого, чтобы было тепло. Я думаю, сегодня, за сегодня-то у меня земелька так протрякла. То, может быть, я завтра вот там вскопаю грядочку. А, под мелочевку. Под мелочевку, девчата. А уже клубнику будем с дочерью пересаживать. Дочь приедет. Я сегодня обратила внимание, слива. Такой цвет набрала. Завтра, наверное, уже распустит цветочки. Если не обобьет, то будет ягода. Вот. Ну и глядела эту смородину. Смородину хорошо мы посадили. И как раз вот два дня такой дождик пролил. Все примется. Абсолютно все. Вот. А правда, как тучи, не тучи, облака, непонятно что. Сейчас пойду себе чай налью. С бутербродом. Я могу, я могу запросто ночью поесть. Это точно, девочки. Пирожка нету, пирожка нету. А что у меня там? Кусочек колбаски остался. А ну хлеб я пекла. Хлеб вкуснейший. Просто вкусный. Можно хлебушек с маслом и колбасочки положить. Селедочки жалко нет. Ой, так бы я навернула бы селедочки сейчас с удовольствием. А возможно, может быть, я завтра... Не, завтра не пойду. Завтра же 9 мая. Сегодня верни уже. Уже сегодня. Это у вас еще вчера. У меня уже завтра наступило. В 10 утра будет парад. Вот. Это в Яндекс.Дзен я там прочитала сегодня, что будет парад в 10. Но я не пойду на парад, девчата. Не пойду, потому что придешь, уставший никакой будешь. И магазинчик у нас на низу сопки. Наверное, завтра будет выходной, скорее всего. Это праздник большой. Огромный праздник для нашего народа. День Победы. Порохом пропах. Поэтому я вас всех-всех-всех, мои зайки, поздравляю с этим праздником. Желаю победы быстрейшей. И мира. Ну и, наверное, попрощаюсь с вами до завтра. Спокойной ночи. Не витрины на улице. Видите? Не витринки. Просто шикарно. Девочки, у нас уже вечер. Вот 9 мая. Вот, начали пускать фейерверки. Но еще не сильно темно. Вот, видите там. Да, но ночью будет красиво. Ну, только начинают стрелять. Сейчас я загрузила видео. Целый день опять же грузилась. Не знаю почему. Но что-то у нас с интернетом. Интернет вообще тормозит, девчата. Сейчас покажу вам еще. Я сшила для дочери двое шорт. Закончила их. Вам покажу обязательно. А завтра приезжает Костя с парнем. Будут тут работать опять. Поэтому мне надо будет завтра раненько встать, приготовить, чем кормить мальчишек. Вот. Вот такая вот погодка. Уже темнеет, но смотрите, какая красота на улице. Не витрины. Просто не витрины. Всех с праздником. С Днем Победы. Девчата. Ну вот. У меня уже вечер. Хочу вам показать, что же я сегодня дошила. Дошила вот в этой кофточке. Вот рукав. Ну, проще мне его показать с изнаночной стороны. Вот он. Рукав. Карман, карман. Болтаю не весь чего. Видите? Вот он кармашек. Получился у меня вот такой вот длины. Вот высота. И здесь вот для ручек. Ну, карман кенгуру. Как раз у меня вот кусочек оставался. Я все отстрочила. Здесь проклеивала вот эти краешки, чтобы они не растягивались. Делала закрепки на уголках. Ну, видите, черная. Так сильно не выделяется. Но кармашек есть. Вот. Костюм готов. Ну, и брюки. И вот такие вот брючки. Все. Завтра приедет Костя. Наташа приедет на неделе. Приедет на неделе. Кристина болеет. Поэтому пока не передаю. Уже Кристюха приедет. Тогда сфотаемся. Оденем его. И повезут домой. И дошила девочке я. Двой шорт. Вот это из лоскута, который я покупала за 990. Лот был. Вот этот костюм оттуда. И двое шорт получились у меня. С одной, с одного отреза вышли вот шорты. И с другого как раз прям вот шорты. И осталось, ну, там кусочки прям, как бы, они ни туда, ни сюда. И не знаю. Может быть, что-то Кристи я там придумаю. Куда-нибудь вставить их, да? А нет, значит, найдем все равно применение. Но шорты мне понравились, девчата. Здесь я сделала просто, подогнула. Все верлаком прошла и подогнула. Подогнула, прошила. Здесь вставила резинку. Двухсантиметровую резинку, вот которую я покупала все за по 70 в магазине. Надо зайти, будет и еще купить. Резинка, кстати, девчата, вязаная. Она мягкая. Но по вот этой растяжимости она очень даже классная. Тут тоже край я на верлаке прошла. Потом приколола резинку. Вот так припуск оставила. И наживила вот здесь все это. Наживила белыми ниточками. Не стала я резинку пристраивать к самим шортам. Я просто вот так наживила, да? Ну, вот она резинка. И вот здесь, вот по краю резинки, не задевая резинку, я сделала шов. Вот он. Вот он идет. Вот здесь. Вот шов идет. То есть резинка, когда, если она даже ослабнет, ослабнет, вот здесь можно будет надпороть, ну, буквально там сантиметр, да, и вытащить ту резинку и заменить ее. Я что-то подумала, думаю, здесь пояс у меня не широкий. Не стал делать широкие. Это домашние штаны. Не, как говорится, не куда-то там ходить красоваться. Поэтому взяла эту резиночку и не стала ее прошивать. Ну, если бы это были брюки, то я бы поставила 4 или 5 сантиметров резинку и, конечно, ее бы отстрочила, и она бы смотрелась по-другому. Ну, то, что получилось, то получилось. Мне нравится. На верлоке прошла. Вторую здесь я не прошивала, потому что здесь 4-х ниточный шов. То есть два идут на обметку, и вот два шва, они вот идут, прострачивают. Швы хорошие, крепкие. Иголка 75-ка, суперстретч, шмец, фирма Шмец. Ну, и все, тут больше говорить не о чем. Девочки, еще мне надо раскроить одни шорты. Помните, такая у меня свекольный цвет тканюшка и горох? Потому что кофточку она забрала на талия. Сказала, мам, ты мне сшей еще такие шорты. И будет как домашний костюм. Ну, шорты завтра мальчишки придут работать, будут во дворе. Я, скорее всего, завтра не пойду во двор. У меня спину прихватывает. Ну, земля сырая. Я уже буду ждать дочку. За мужиками просто не угнаться. А я, если выйду, то я буду, конечно, стараться за ними. Ну, как бы не отставать от них. Ну, у меня зять такой, Костя Шустрый, что там, знаете, через 15 минут я выдохнусь просто. Поэтому, говорю, нет, я не пойду. И Наташка позвонила. Говорит, мам, не издумай выходить. Пускай они работают, а ты сиди дома. Я говорю, а я буду завтра готовить. Чем их накормить? Наверное, блинчиков завтра сделаем. Что-то я такого вот хочу. Не знаю. Пирожки вроде бы пекли. Может быть, пирог спечь им. Посмотрим, девочки, по настроению. Я сегодня загружала видео. Это какой-то кошмар. Загружала, загружала целых двое суток. И загрузилось у меня старое видео. Почему так получилось, даже не знаю. Но удалила я его, удалила. Вот. И сейчас у меня грузится и на YouTube, и на Dzen. Вот это видео уже выйдет намного позже, девчата. Ну и завтра, если у меня будет время, я сниму видео по флису. Ну, девчата, покажу вам флис. То, что я получила. Там 13 килограмм. Все мои такие вот, кому не нравится прошить ее, про мои тряпки, про мою пряжу, не заходите на канал, не пишите гадости, потому что ваш комментарий долго не провисит. Он идет или же удаляется, или же идет в бан. Поэтому зря не старайтесь, не тратьте свое время. То, что вы там пытаетесь меня задеть, девочки, я вам еще раз говорю, меня очень трудно вывести из себя. Как этот говорит соседов Сергей. Если меня задеть, полетят пух и перья, пух и перья. Я вчера так смеялась. Сейчас к вам лицом немножко повернусь. Поэтому, мои хорошие, не пишите гадость. На меня это не действует. Понимаете? Вот. Ничего ко мне не прилипает. Я намного поумнела. Я не первый год веду свой канал, чтобы реагировать на каких-то дебилов. Открытым текстом вам скажу. Поэтому не старайтесь. А всем нормальным моим подписчикам, моим дорогим зрителям еще раз скажу. Добра вам, позитива, достатка и всего самого-самого-самого хорошего. Покупайте пряжу, покупайте ткани, занимайтесь любимыми вещами, делами. Нравится, что вам, что приносит вам удовольствие. Тут тем и занимаемся. Телефон бликует. Это у меня лампа горит. Поэтому, девочки мои, я не, как говорится, опять сегодня вот комментарии. Вы бы на свою бы пенсию. Считайте свои пенсии. Ради бога. А у меня, девчата, в подполе стоит денежный станок. Вы не знали? Вот я ночью захожу, напечатаю определенную сумму и потом бегу покупать мешки с тканями, пряжи, мешки, технику, как мне написали. Дома отстраиваю. Ну, это ж смешно. Вот просто клоунада полная. Поэтому, или же я буду, когда будут вот такие обзорные видео, или я отключать буду комментарии полностью, чтобы вот эти вот змейки не заползали и не писали и не позорили себя на канале. Понимаете? Это уже настолько противно. Боже мой. Когда уже люди начнут голову свою включать, что до 50-60 лет дожить, а ума не нажить. Вот это вот просто поражает. Поражает. Как человек может жить на одну пенсию? Я не пью и не курю. Вот и можно жить. И нужно с умом тратить деньги. Тогда у вас все получится. Понимаете? Не надо вот так вот пошлости свои и оставьте при себе. Пожалуйста. А на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч. Распаковки были, есть и будут на канале. Еще раз говорю, кому не нравится, не заходите. Не смотрите. Проходите мимо. Ради Бога. Вот и все. Это не я к вам пришла, а вы ко мне пришли. Будьте, пожалуйста, доброжелательны на канале. Вам зло никто здесь не приносит, не раздает. Идет только позитив и только доброта. И будьте, пожалуйста, то же самое в ответ. Не надо злом не слать. Это зло все убирается. Все убирается. Понимаете? Еще раз хочу сказать. Всем добра. Всем добра. Пусть ваши сердца наполняются счастьем, добром и какой-то действительно положительными эмоциями. Нельзя жить во злости, в желчи вот этой, в зависти какой-то и в жажде какой-то, знаете, вот ненависти. Это разрушает, прежде всего, вас. Не меня. Не меня. Я что посылаю в мир, то мне возвращается. А посылаю вам только добро. Добро. И желаю добра. Всем пока. Я всех люблю вас. Подписываемся на канал, пишем комментарии и ставим пальчики вверх. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok